Шаббат шалум, шаббат шалум. У меня ещё такой талит, мессианский, такой мессианский еврейский талис. Шаббат шалум, шаббат шалум, шаббат шаббат шалум. Аллилуйя, аллилуйя. Да, это мессианский талис, мессианский талит, молитвенное покрывало такое еврейское, мессианское, здесь слова и также из Нового Завета, Бритха Даша, Новый Договор, да, и даже здесь вот Минора и Звезда Давиды и Рыбка такая, указание как бы на новозаветный формат такое же служение, замечательно, мне очень понравилось. Вот, что, друзья, добрый вечер, поздравляю всех, паки и паки, как говорится, снова и снова, праздник Пурим, библейский святой праздник Пурим уже подошел к концу, уже завершился, завершился уже, по сути, и с началом библейского Господнего Божьего праздника, шаббата, суббот, суббота, Празднование шаббата, это действительно Божьи заповеди, это Божий закон, это Божьи правила, это Божья команда, Аллилуйя, очень приятно, когда Он действительно наставляет нас, назидает нас и учит нас, как Отец Своих детей, и Господь позаботился о том, чтобы мы не были в зависимости и от проблем многих, и от работы, поэтому Он дал повеление шесть дней работать, надо работать, да, это заповедь, она не только об отдыхе, она и о работе заповедь, вот, многие это опускают, к сожалению, но, да, поэтому те, кто бездельничают, не работают, то грешат, так же, против Слова Божьего, но, затем говорится о седьмой день, Господу Богу всемогущему мы отдаем, действительно, потрясающе, раз в неделю у нас, как бы такая маленькая Пасха, потому что, суббота, это, конечно, с одной стороны, это напоминание о создании всего мира, мироздание этого всего, но, с другой стороны, это и воспоминание о нашем выходе из рабства, поэтому, каждую субботу, это как маленькая Пасха такая, ну, как бы, да, Катан, Пасах, да, можно так выразиться, потому что, действительно, мы вспоминаем выход из Египта, и сам Господь повелел это делать, вот, а для нас, новозаветных верующих, евреев, неевреев, верующих разных, конфессий, динаминаций, юрисдикций, там, организаций, всех ветвей христианства, это сам Ишуа Машиах, сам Иисус Христос, мне очень сладостно его имя повторять, как оно оригинально звучит, Ишуа Машиах, Иисус Христос, прекрасно, да, друзья, вот, и благоставляю всех вас, дорогие друзья, благоставляю во имя Господне, во имя Иисуса Христоса, Христа, Аллилуйя, спасибо тебе, Господь, за все, спасибо тебе, Царь Вселенной, спасибо за этот добрый вечер, за завершение праздника Пурим, это был хороший праздник, Господь, спасибо тебе, что ты вновь и вновь нам напоминаешь из книги «Исфири» каждый год о том, что произошло тогда, много столетий тому назад, почти два с половиной тысячелетия прошло, но ты нам напоминаешь, в Библии ты вдохновил действительно эту книгу Божию нам, чтобы мы в слове своем, чтобы мы помнили, об этом праздновали, и чтобы мы разумели, что над всеми нами, над всей землей, за всем происходящим есть твоя рука, есть твой промысел божественный, спасибо тебе, Господь. Благословен Бог наш, всегда, ныне и пресна, во веки веков, аминь. Слава тебе, Боже наш, слава тебе, Царю небесный, Утешителю, Дух истины, Ты, что везде пребываешь и все собою наполняешь, Сокровищница благ и жизнеподателю, Ты пришел и вселился в нас, И очистил нас от всякой скверны, И ты спас благой души наши. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, Хвала Тебе. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, Хвала Тебе. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, Хвала Тебе. Слава Отцу, Сыну, Святому Духу, Аллинуя, слава Тебе, Господь. Благодарю Тебя за начало субботнего дня, за начало шаббата. Благодарю Тебя, Господь, как написано в Слове Твоем, и был вечер, и был утро, день, уже седьмой. Спасибо Тебе, Господь, за день седьмой, спасибо Тебе за день шестой нашего творения. Ты нас сотворил, Господь, наших пращуров. Боже, и к субботе Ты все сотворил уже, все. Боже, все было готово. Благодарю Тебя за то, что первый шаббат в истории цивилизации, тогда, 5779 лет с половиной, наши пращуры, наши предки, Адам и Ева, наши прародители, провели с Тобой. Пусть недолго это продолжалось, радость, райское наслаждение то, но, Господь, для нас и сегодня, спустя 5779 лет, это напоминание о том великом чуде шаббата, того самого первого шаббата. И, Господь, мы ожидаем грядущего на облаках Машиаха, возвращения Христа, мы ожидаем, о Господь, и тогда действительно из суббота в субботу будут люди приходить на поклонение Господу Тебе, Саваофу, Великому Святому, Аллилуйя. И праздник кущей вспомнят люди добрые. Боже, благодарю Тебя, Господь, за все. Слава Тебе. Аминь, аминь, аминь. Братья, сестры, шаббат, шалом, субботний мир, Господний мир, всем вам, шаббат, шалом, Господь, Бог Святой, поздравляю Тебя, Боже Всемогущий, с Твоим этим праздником, еженедельным Твоим этим празднеством, Аллилуйя. Господь сказал, помни, когда давал эту заповедь, именно об этой заповеди Он сказал, помни. Ну, Господь-то наперед видел, что как раз ее-то и забудут. Если другие более или менее как-то люди вспоминают, какие-то больше вспоминают, какие-то меньше вспоминают, то про это вообще напрочь забыли миллионы-миллионы верующих. Забытый день, фактически, да, почти забытый день, но по милости Господней, последнее столетие, последнее десятилетие, все больше и больше люди вспоминают, как раз наконец-таки вспоминают этот забытый день. Господний Божий день Вот и я со своей стороны Сегодня поздравляю всех вас Братья, сестры Поздравляю всех субботним днем Поздравляю сейчас Свою семью Поздравляю Инночку свою Супругу Мою драгоценную Поздравляю детишек моих Бог нам дал С Инной шестерых детей Внуков наших Благоставляю Благоставляю котов наших Все наше хозяйство Весь наш дом благоставляю Вот и благоставляю Всех вас, дорогие братья, сестры Дорогие друзья Благоставляю ваши дома, родных, ближних Вот Благоставляю Учащих, всех учащихся школы Библейской Библейского христианского Христианского мировоззрения, извиняюсь Как раз именно В этой школе всю неделю Преподавал И эти братья, сестры Стали очень мне дороги Вот я Молюсь о них Молюсь о каждом из них Вот и Благоставляю сейчас Вот Молодежь с миссией Благоставляю Благоставляю вас, ребята Если кто смотрит сейчас Кто подключился Или потом В записи посмотрите Благоставляю вас Всех обнимаю Благоставляю во имя Господня Во имя Иисуса Христа Вы классные И я знаю, что Верующий человек Настоящий христианин Он всегда с миссией Он не бездельник Он с посланием великим С великим поручением Господа Вот И сегодня Благодарю Бога за все За эту субботу За этот шаббат Вот И Благоставляю вас Шаббат Шаббат Шалом Субботний мир Шаббат 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 Шалом Субботний мир Шаббат Шаббат Шалом Субботний мир Шаббат Шаббат Шалом Шаббат Шалом Шаббат Шалом Шаббат 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 Шалом Субботний мир, шаббат, шаббат, шалом Од Авину, хай, наш отец живой Од Авину, Од Авину, Од Авину, Хай Ам-Израэль хай! Народ Израэль жив! Ам-Израэль! Ам-Израэль! Ам-Израэль хай! От Авину! От Авину! От Авину! От Авину! Хай! Народ Израэля жив! Потому что наш Бог жив! Особенно-то радостно петь как раз в завершении праздника Пурим, когда мы видим действительно Божье милосердие, Божью любовь к народу своему. Бог хранит нас, оберегает, защищает, благоставляет. И любящим Господа, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Спасибо Тебе, Господь, многомилостивый. Благодарю Тебя, Господь. Эй, Вейну, шалом алейхем! Я всем вам желаю мира! Эй, Вейну, шалом! 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 Алейхем! Шалом! 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 Ярушалаим! Мир Господний Тебе, Ярусалим! Шалом! 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 Ярушалаим! Субботний Божий мир Тебе, Ярусалим! Шалом! 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 Шалу! Шалом! Ярушалаим! Шалом! 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 Субботний мир! Господний мир! Шалом! 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 Аллилуйя! Слава Тебе, Господь! Благословен Бог наш! Благословен Господь наш! Отец наш! Сущий на небесах! Ава, Отче и Егова, имя Твое! Бог Авраама, Исаака, Израиля! Бог патриархов и пророков! Возлюбивший мир! Возлюбивший всех нас! Своё творение возлюбя! Отдал Ты жизнь свою за нас! Кровушку за нас пролил Свою святую! Сына Своего Единородного не пощадил! Чтобы однажды и навсегда приобрести нам искупление вечное! Чтобы доказать свою святую любовь! Боже, спасибо Тебе, Господь, за Твою любовь! Распитую и воскресшую! Оплёванную, избитую, убитую! И воскресшую и вечно живую! За Слово Твое, живое и действенное! Острее меча всякого обоюдоострого! Благодарю Тебя за Слово живое! Которое не возвращается просто так, а делает то, ради чего оно послано! Благодарю Тебя за Слово жизни! За Иисуса Христа, Агнца Твоего! Благодарю Тебя, Боже Святой! За возвращение мы ожидаем и взываем, гляди, Господи Иисусе! Приходи, возвращайся! Благодарим Тебя, Господь! Ожидаем Машиаха! Ожидаем Христа и Иисуса! Возвращение! Иешуа! Возвращайся! Аллилуйя! Иешуа! Аллилуйя! Иешуа! Аллилуйя! 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 Спасибо Тебе, Господь! Спасибо! Аллилуйя! Спасибо, 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 Господь! Спасибо! Благослови всех нас в этот субботний день! О, Боже, мы ныряем, аминь, аминь, ныряем в океан Твоей любви, Господь! Боже, я просто ныряю с головой в этот океан Твоей божественной любви, благоставляя моих братьев, сестер! Да благословит Тебя, Господь, и сохранит Тебя, да призрит на Тебя, Господь, светлым лицом Своим, и помилует Тебя, да обратит Господь лицо свое на Тебя, и даст Тебе мир. Боже, Господь! Боже, Господь! Благословляю! Боже, Господь! 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 За хлеб жизни, сошедший с небес, за Ишуа Машиаха, за Иисуса Христа. Аллилуйя. Аминь. Да. Аллилуйя. Благословен Бог наш Царь Вселенной всей. Давший нам плод винограда лозы с этой земли. О, а наипаче, благословен Бог наш, виноградарь наш. Посети виноградник сей, насажденный Твоей рукою и благослови нас. Благословен Ты Бог наш, давший нам свыше Сына Своего. Благодарю Тебя за кровь святую, агнца Твоего, который искуплен Я, которым мы спасены, исцелены, благословлены. Удыхаем за жизнь. Аминь. Аминь. Пробудившись и днем погружаться в океан, безбрежный океан Его святой любви. И однажды один отец церкви из православных, древних, католических источников. Мы знаем несколько историй похожих. Эта история гласит следующее, что однажды один из отцов церкви, ранее еще древний, той, в период споров богословских. Кстати, епископ наш Кифа со Львова, он как раз это все нам напоминал в воскресенье как-то. В одно из воскресеньев, быв у нас здесь в Киеве на служении. Я об этом читал много раз, но забыл как-то об этом, не вспоминал давно уже. И вот этот отец церкви идет он, и по берегу моря, размышляя о Творце, пытаясь постичь тайну божества. Потому что как раз 4 век, там время споров богословских, таких дебатов, дискуссий. Бог один, един, он в двух апостасях или в трех апостасях. Там разные были мнения, выдвигались гипотезы, рассуждения, брались места из Писания и прочее. Ну, время такое было очень интересное, дискуссии таких всевозможных. Но из-за того, что оторвались от библейских, именно еврейских корней, то набедокурили там стрекорба фактически. Ну, ничего. И много здравого было, много хорошего тоже было в это время. И вот этот отец церкви, он, значит, шел по берегу моря, размышляя о божественном. И видит девочка маленькая, как бы так вот занимается чем-то. Он обратил внимание, что она, значит, выкопала ямку какую-то там на берегу и с моря черпает какой-то, ну, допустим, ведерком каким-то, черпает воду и туда бегает и выливает в эту ямку. Снова черпает и там выливает в эту ямку. Ну, это в песке ямка, понятно, вода там слегка задерживается, но большей частью снова она туда просачивается в песок. Ну, интересно, этот отец церкви проходил мимо и говорит, девочка, а чем ты занимаешься? Не пойму. Она говорит, как чем? Я хочу это море сюда, в эту ямку перелить, все. Вот девочка чудная. Девочка, ты, ну, разве ты можешь это море в эту ямку поместить сейчас? Ты представь. И вдруг девочка серьезно-серьезно так обращается к нему. Ну, я не помню слова, там очень серьезно слова сказаны были. Ну, сам Всевышний Бог обращался к нему через этого ангела, ангелочка. Вот. И девочка вдруг говорит этому старцу, а не боле ли ты, как бы, вот, ну, как бы, выглядишь там глупо, безумно, пытаясь всемогущего Творца уместить, вот, в ямку своей, там, конфессии, своих представлений, своих, там, богословских воззрений, чего-то еще такого. И все, и девочка исчезла, испарилась, как будто бы. И этому отцу церкви стало ясно, чем я занимаюсь, я пытаюсь постичь непостижимое просто. Есть самое главное, чем мы можем постичь, и это не разум наш. Нет. Человеческому и ангельскому разуму непостижимо божество. Но есть в нас нечто, чем мы можем постигать Творца. А что это? Это наше сердце, душа наша, любовь наша. Именно любовью постигается эта любовь. Лишь открывая свое сердце для его любви, принимая его любовь и отвечая своей взаимной любовью на его любовь, бесконечную и безграничную, мы начинаем постигать его божество, постигать нашего любящего Отца, нашего Творца. Поэтому различные богословские дискуссии, богопознания, рассуждения, ереси всевозможные, там, гипотезы, частные богословские мнения, они уже два тысячелетия распространяются, развиваются, ну и они еще и дальше будут развиваться. Но на самом-то деле, это я объяснял как раз в школе, вот в эти дни, сравнивая, знаете, с чем это? Это как пытаться любовь объяснить с помощью физики, с помощью химии, с помощью биологии, допустим. Да, можно объяснить любовь именно таким образом. Да, и как химик, допустим, он может, ученый, объяснить по-своему любовь, какие процессы, реакции химические происходят там в сознании, там, значит, там, в человеке, в организме. Биолог может, как ученый, биолог может объяснить это биологически, физик там, физически как-то еще там. Ну и одним словом, ученые могут это объяснить, каждый по-своему. Вот, но все эти объяснения, они ничто на самом-то деле. Потому что, когда этот самый, допустим, химик, он влюбится сам, вот тогда уже похимичит. Он тогда уже поймет, что такое любовь. Потому что то же самое Бога представить так или так, теории, они, конечно, объясняют божество. Да, догматика, да, катехизисы наши, они объясняют. Но, по сути, да, такая пошлятина. Потому что Бог, он есть любовь. Он не есть теология, он не есть идеология, он не есть что-то еще другое. Он есть любовь, и лишь любящим сердцем можно познавать его, открываясь ему, отдаваясь ему, погружаясь в него, а он погружается в нас. Они, ледоди, ведоди, ли. Так в еврейской традиции мы называем это. Это из книги Ширгаширим, Песни песней. В книге всех книг, в Библии есть песни всех песней. И в ней стих всех стихов. Я принадлежу моему возлюбленному. Так переводчики синодальные перевели этот текст. А возлюбленный мой мне. И вот это ледоди, ведоди, буквально, что я в нем всецело, без остатка. Он мой всецело, без остатка. С древнейших времен в этой книге Песни песней на примере мужчины и женщины, любви их, беззаветной такой, видели люди добрые. Именно взаимоотношения Бога и человека. Человека и Бога. Бога, человечество и человека Божие. Видели взаимоотношения Бога, Творца и со своим народом. И народу Божьего с Богом святым своим. Вот, видели взаимоотношения Творца и Его творения. Творение и Творца. Удивительная книга, потрясающая. Они ледоди, ведоди ли. Я принадлежу моему возлюбленному, возлюбленный мой мне. Именно это есть стих всех стихов, открывающий, золотой стих Библии, открывающий все писания Ветхого Нового Завета. В Новом Завете мы называем золотым стихом еще Иоанна 3,16, потрясающая песня любви. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Аллилуйя! Спасибо тебе, Господь! Спасибо тебе, Господь! Благословляю всех вас, братья и сестрички, дочечки и сыночки небесного нашего папочки, Авы нашего. Благословляю всех вас, погружайтесь в Господа, отдыхайте, наслаждайтесь в Боге, погружайтесь в Слово Божье, размышляйте о Торе, размышляйте о Торе, господа, читайте Тору, читайте Божье Слово. Новый Завет, Ветхий Завет, все писание Бога вдохновенного, это все святая Тора, данная нам. Вот, и в завершение праздника Пурим я снова и снова размышляю о книге Эсфири, это очень, тоже такая, очень важная, как и каждая книга из Библии, она очень важна. Вот, каждая книга в Библии открывает как-то особенно какую-то грань божества, открывает нам любящее сердце нашего небесного Отца, Бога Святого, Аллилуйя. Я размышляю, молюсь, вот, и, даст Бог, завтра утром как раз на молитве тоже поделюсь этим, ну, и на улице, в парке, будет хорошая погода, так я буду прогуливаться, запишу несколько видео, даст Бог, планирую, по крайней мере. Вот, пусть Бог благословит вас. Ну, а в воскресенье, кто в Киеве, если будет воскресенье в первые дни недели, то после завершения уже шабата, субботнего дня, приглашаю всех на служение, на собрание. Я буду в гостях на этом Рабальском острове, там, адрес я уже выставил уже, и в блоге своем, вот, информация моя есть уже, там уже, да, об этом служении воскресном, и на Фейсбук тоже выставил уже. Все, пусть Бог благословит вас всех, обнимаю, люблю, целую, благоставляю во имя Иисуса Христа, Аллилуйя. Шаббат, шалом! Субботний мир, шаббат, шаббат, шалом! Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя! Спасибо тебе, Господь, за все, милостивый Государь, милостивый Бог наш, Аллилуйя! Спасибо! Благословляю всех вас, братья и сестрички, благословляю во имя Иисуса, Аллилуйя! В 6 утра подключайтесь, утренняя молитва, я трансляцию буду включать в 6 утра по киевскому времени, 7, получается, утра будет по московскому времени, да. Все, с Богом, друзья! Шаббат, шалом! Шаббат, шалом! Шаббат, шаббат!